Как было сообщено на комитете, управлению ЖКХ города вынесено 7 решений судов по требованиям прокуратуры об улучшении уличной дорожной сети. Так, одним из жарких споров вызвало решение суда по установке стационарного электрического освещения и ликвидации повреждения дорожного полотна по улице автолюбителей. Но, как проинформировали специалисты управления ЖКХ, для того, чтобы провести освещение, необходимо выполнить капитальный ремонт всей улицы. Поскольку для экспертизы, для проектных работ необходимы также основные документы, это на земельный участок, проект планировки территории и межевания, мы, соответственно, также проводим совещание на уровне главы с управлением градостроительства и управлением земельных отношений. Распределяем мероприятия и сроки выполнения работ. Вот с учетом этих сроков планируется разработка проектов планировки для капитального ремонта этой дороги и постановка на государственный кадастровый учет земельного участка. И далее уже мы, соответственно, разрабатываем проектно-сметную документацию на выполнение работ полностью капитального ремонта этой улицы, поскольку отдельно освещение проводить нецелесообразное. Как было проинформировано, только на разработку проектно-сметной документации этой дороги необходимо 2,5 миллиона рублей. После долгих дебатов по изысканию средств на проведение работ по исполнению всех семи решений судов, было принято решение провести расширенное совещание с главой города. Еще одним вопросом повестки дня было обращение комитета по ЖКХ о выделении дополнительных бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации по трем дорогам города, которые планируется реконструировать по программе безопасные и качественные автомобильные дороги. Было принято решение внести данный вопрос на очередной сессии Совета депутатов Бердска.